Наставник футбольного клуба Торпед Владимир, Денис Сергеевич Евсиков. Денис Сергеевич, первый домашний блин комом. В чем основные причины с вашей точки зрения? Настраивались показать хороший футбол и одержать первую домашнюю победу. Но, к сожалению, не получилось. Надо в себе разобраться, потому что, на мой взгляд, и с ребятами я сегодня по горячим следам не буду каких-то крайних искать. И все остальное все прекрасно понимают. Ребята очень сильно расстроились. Разберем, посмотрим. Потому что лично мое мнение, что мы сами эту игру проиграли в некоторых моментах. Первые пять минут, там три стандарта, должно было там уже 0-2 быть, наверное, если не 0-3. И все обсудили в перерыве, вышли и зачем-то разыграли мяч. 0-2, тут же удаление, и по большому счету игра закончилась. Из позитивного ребят поблагодарил, потому что когда нас осталось на одного меньше, и счет 3-0, ребята молодцы, начали дальше играть, и даже местами выглядело намного лучше, чем мы полноценным составом играли. Как бы это ни выглядело странным. Поэтому спокойно все проанализируем, и будем готовиться к следующей игре. Сезон длинный, без поражений не бывает. Ребятам сказал, голову выше, потому что проиграли мы игру сами. Лучше сейчас 1-4 проиграем один раз, чем 4 подряд по 1-0. Почти полное повторение матча с Орехово-Зоево, только в обратную сторону. А вот не было такого, какого-то шапка-закидательского настроения со стороны ребят? Нет, игра просто так... Ребята очень хотели, настраивались, хорошая атмосфера была всю неделю. Никакого расслабленности не было. Просто игра так сложилась, вышли, первые минуты стандарты и пропустили. Да, отыграться там были 2-3 момента у Илюхи в первом тайме, но, к сожалению, не получилось. Вышли на второй тайм и тут же получили из-за нашей ошибки, получили второй гол, удаление игры. Все, и по большому счету можно было игру закончиться. Отыграться там с 0-3 в десятером, ну, очень тяжело, на единичные какие-то случаи. В каком состоянии наши травмированы игроки? Наролин и Нушковский? Амир, мы надеемся, что вот он эту игру пропустил, нам его не хватало, и надеемся, если все хорошо по плану будет идти восстановление, то в следующей игре мы его уже увидим. С Романом немножко подольше будет восстановление. Я думаю, что он пропустит эту игру, пропустил эту и еще следующую пропустит. Мы его сможем только в домашнем матче с Родиной, наверное, скорее всего, задействовать. Если все будет хорошо. Как вам поддержка трибун? Очень замечательно. Прямо полная, практически полная трибуна, да, с флагами поддерживают. Несмотря даже, там, в момент, там, счет был, там, 0-3, все равно гнали ребят вперед. Еще раз отдельное большое спасибо болельщикам, которые приходят, нас поддерживают. Даже после игры подходили к трибунам, там, вот, ребята, не расстраивайтесь, мы видим, вы хотите, и все будет нормально. Я вижу, что люди верят в команду. На матче был губернатор Владимирской области. Что сказал в раздевалке Александр Александрович? Александр Александрович сказал, что, да, видно, что команда новая, несыгранная, но есть характер, ребята бегут, стараются, как бы, ну, есть на что посмотреть. Надо только сделать правильные выводы и к этой хорошей самоотдаче игре прибавить три набранных очка. Будем надеяться, что эти набранные очки будут после матча в Великих Лопах. Да, очень бы хотелось. Хорошо, спасибо.